Привет, дорогие зрители! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть The Forgotten Ones. Я не играл уже практически неделю, поэтому вот эти звуки, которые здесь, они меня реально вымораживают. Я успел отвыкнуть от того, насколько эта игра страшная. Но тем не менее, давайте вернемся к тому, с чего мы, собственно, с чего мы закончили. На чем мы закончили. Закончили мы на том, что я остановился на понимании того, что здесь вообще все настолько плохо, насколько это возможно. Вы послушайте это дерьмо, просто это ненормально. А среди прочего, жизнь меня не жалеет. Шутка, конечно. В общем, у меня сломалась клава, и поэтому сейчас я играю с другой, гораздо более шумный. У меня была дешевенькая клава A4TX7, по-моему, я точно не помню модель. По-моему, так называется. Которая стоит, по-моему, там 700 рублей. Очень простенькая, но работала как надо. Мне она нравилась. Блин, я управление забыл. Еще у меня вторая клава Razer Black Widow, которая гораздо лучше, она очень удобная, но для записи не очень подходит, потому что вот эти щелчки, они могут кого-то, например, раздражать. Но пока что вот так вот, и если кого-то это действительно раздражает, то простите, это временно. Нет у меня пока что возможности сходить в магазин и купить новую клаву какую-нибудь тифую. Блин, да что же я E нажимаю все время? Хорошо, короче говоря, повторюсь. Я запомнил здесь пока что только то, что здесь реально все не очень хорошо. И последняя серия, насколько я помню, я был уже практически там в предпаникерском состоянии, а вот эту дверь кто-то вынес. Но сейчас я спокоен, я еще не втянулся. Кстати говоря, я поставил патчик, который починил проблему с аптечками, как вы могли заметить, в левом нижнем углу. У меня постоянно этот вот First Aid. И мне люди в комментариях... Кто где ходит? Люди в комментариях мне постоянно писали, что что ж ты не используешь для эту аптечку? Я не мог физически, это пока патч я вот не скачал, не применялось. Теперь работает, теперь при нажатии на кнопку Q я смогу это сделать. И правильно меня ругали еще за то, что я перезаряжался очень часто. Здесь оказывается, как в краю эфир, рожок, если ты его перезаряжаешь, или обоим его теряется полностью. Так, что у нас есть в инвентаре? У нас есть ключ от отеля, который сюда, понятно, не подойдет. И ключ от подвала, который, в принципе, тоже... Ключ от подвала? От какого подвала? Я уж не помню. Ой, я реально просто настолько забыл вообще о чем... То есть, что у нас было в последних сериях, что сейчас, мне похоже, будет очень сложно. Ну да ладно, у нас, в принципе, здесь поместье еще полно мест, куда можно пойти, что поделать. А там уже, походу, исполним, что да как. Так, хорошо, пока что все спокойно. Здесь мы, по-моему, были, да? Да блин, что же я и это все время нажимаю? А, ну да, сейчас мы попадем к тому самому... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Мы попадем сейчас, по-моему, к месту, где там этого шницеля, да. Это мы читали? Ну да, это мы читали. Хорошо, там позади, в принципе, это делать нечего. Поэтому давайте-ка мы просто выйдем отсюда. Я даже сохраняться не буду. Хорошо, и насколько я помню, если налево пойти, там будет кухня, и там будет повар, которого мы убили, да? Поэтому пойдем лучше мы вот сюда и туда, и посмотрим вообще. Так, не поддается. А вот что здесь, это уже другой вопрос. Подожди-ка, я, по-моему, понимаю, что здесь. Че это? Вот, оказалось. Блин, закрыто все. Так, хорошо, но у нас там был... У нас там был еще вход в подвал какой-то? Или нет? Так, хорошо, погнали. Но этот вход, понятное дело, так просто не открывается. Это я к тому, что кто-нибудь в комментариях обязательно напишет. Почему ты не проверил тот вход? Отпает. Вот, поэтому. Так, хорошо, секунду, я сейчас кошку скину, потому что она легла на руку с мышкой и... Отпрыгивай туда. И целиться и ходить, как вы могли. Видите, наверное, в последние пару минут я вот такой... Ладно. Что? У меня что-то все закрыто. Я что-то... Блин, я реально... Мне сейчас так сложно вспомнить, что да как. Так, но я помню, что в эту дверь я уже заходил и каких-либо проблем с этим не было. А, может быть, из-за того, что мы там с поваром дрались в результате вот такие вот дела. Так, хорошо, тогда, знаете, пойдемте обратно туда наверх. И там сверху у нас, помните, был какой-то подземелье, откуда я в панику убежал. Но так как нам, в принципе, больше двигаться особо некуда, туда мы и направимся. Или здесь еще найдем какую-нибудь отвилку. Так, хорошо. Вот это место. Тихо. Не, на свежую голову, конечно, гораздо прикольнее играть, потому что понимаешь, что происходит. Но при этом не так боишься, когда дико уставший, ты одновременно при этом дико испуганный всегда. Хотя, не знаю, сейчас, я думаю, произойдет куча событий, которые меня опять выведут из равновесия. Так, мы сейчас можем пойти в ту сторону, где у нас... Да, ну там... В ту сторону, где у нас эти подземелья, непонятные гроты, склепы. Ну давайте-ка мы сначала сходим на кухню, если сможем. Так, тут я не думаю, что мы что-то хорошее найдем. Вообще, короче говоря, он туда и планирует идти. Можно спрыгнуть и попасть на кухню. Нет? Черт его знает. Это игра, потому что я понял, и потому что... Я, кстати, вышел на контакт с разработчиком мода. Прикольный человек, он сейчас делает новую игру. Как выйдет, я думаю, мы до нее доберемся, потому что там что-то вообще очень крутое выходит. Про эту игру он сказал, что она проходит с часов за 10. При том, что если знаешь, куда идти. Хорошо. Так, мы сначала вернемся на кухню. Нет, мы не вернемся на кухню. Так, мне нужен ключ от правого крыла. У нас такого ключа нет. Ладно, будем искать. Хорошо. Короче говоря, эта серия поначалу... Это просто мы пытаемся вспомнить, что, как, куда и зачем. Слушай, я здесь... Я здесь не уверен, что этот был. Ох, как же пугают эти голубные рыцари. Они просто пугают. У меня есть подозрение, что сейчас я вот это возьму. Так, ну давай, ну. Ты хватай, хватай. Ты хватай, хватай, хватай. У меня уже, походу, не лезет больше, что ли? Так, ну давай, 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 давай. Зато, по крайней мере, вы будете слышать, как я кнопочки нажимаю. А то некоторые в комментариях писали, типа, я сначала видео записываю, а потом уже комментирую по готовому видео. Конечно. Ой, люди все-таки спешнее. Так, ладно, у нас не остается другого выбора, кроме как двигаться туда, в гроты. Несмотря на то, что в предыдущей серии я говорил, что нам много есть. Ух, твою мать. Вау, 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 парни. Какого? Охренеть просто. Просто охренеть. Ой, блин. Так, ладно. Замануха. Ладно, два подобрали. Че, один патрон, перезарядимся? Короче говоря, все, что меня спасает... О, дверь открылась. Все, что меня спасает, так это их тупость. Что? Да нет, ну мы опять вернулись сюда. Офигеть просто. Короче говоря, как бы я не оттягивал, но в гроты мне идти просто придется. Я буду вынужден это сделать, потому что сейчас у нас кончатся места, куда можно двинуть. Ну нафиг такой график. Так, ну все, кажется. Кажись, да ладно, пойдем тогда. Че, резин тихо, а? Хорошо, давайте попробуем поломать. Че-то мне кажется, что не поможет, но... Что-то, говорит, не так с этой полкой. Да я уже заметил, что здесь дверь. Но я не могу ее отодвинуть. Может мне какую-нибудь канделябру надо подвинуть? Это очень маловероятно, конечно. Или может Фашика точно смотреть. Так, хорошо. Ну, еще бы дверь открылась, тоже было бы неплохо. Окей. Ну ладно, давайте че. Что там остается? Может ключ сюда какой-то подойдет, но это тоже, опять же, очень маловероятно. Почему дверь не работает? Это же... Это очень странно. Странно. Нормальный звук. Короче говоря, я что-то прямо даже не знаю. Вроде сделал все как надо, да? Но дверь в итоге не открывается. Ладно, над этим мы еще подумаем. Но сейчас... Сейчас тогда давайте... Ладно, двигаться отсюда. Странно. Надеюсь, это не баг. По идее, не должен был быть. Так, маленько отдышаться. Ух уж эти звуки. Так, хорошо. Пойдем в это место. Все-таки придется, видел. Что же поделать? Интересно, а куда все-таки тот огромный монстр делся, который погнался за мной? Ну, я думаю, что он огромный. Потому что, как он ломал дверь, я сразу отвернулся и в панике с визгами побежал оттуда. Хрен его знает. Ну, дом большой. Там мы еще не были. Не хочу туда вниз, не хочу просто и все. Так, а тут у нас что? Еще один большой особняк, да? Не знаю насчет большого, но... Так, вот теперь берутся без проблем. Мишки в трупах. Как романтично. Да, неуютно. И цвет стен так, как будто специально, чтобы выводить из себя просто. Это очевидно? Это же очевидно, да? И у него там какой-то ключ. Так, сейчас сядем тут удобнее, чтобы в случае чего не сваливать на то, что я криво сидел там, я не туда смотрел. Черт. Так. Богоюзом тебя убить не получится, придется по-честному. Меня это не радует, потому что я ненавижу рыцарей. Ну, ты же определенно, определенно придешь в себя... Надеюсь, твои подружки не будут этого делать. Закрыто. Хм, странно. Только звук правды откроет внутреннее... Ну, то есть секрет. То, что там лежит. Ой, ты по-нажимать. Понятно. Надо подобрать комбинацию. Так, я думаю, сейчас вот это вот нажав, мы получим комбинацию, которую нужно будет повторить. Это не очень просто, учитывая, что... Диск отсутствует. Не могу, говорит, ничего проиграть. Так, ну ладно. Бесполезно. Будем искать? Будем искать. Скотина. Ох, хорошо, ладно, допустим. Все-таки придется идти в подвалы. Короче говоря, еще одна деталь головоломки. Теперь нам нужно найти диск. И даже с диском, я думаю, это будет очень непросто. Но мы... Мы сдержим. Хорошо, погнали. Тут, я сейчас так понимаю, по мясу будет. Потому что, вы видели, там какие-то страшные твари ходят. Ну, вылазь. Знаешь, и все равно. Ты тут один такой? По-моему, нет. Так, аптечка. Где не полезет уже? Тихо. Так, а по ящикам? Понятно. Я думал, может, что полезное там будет просто. Спуск вниз. Круто. Я не хочу туда идти. Здесь, по крайней мере, можно сохраниться. Давайте так и сделаем. Так, короче. Что это? На ключ похоже. А, ну да. Это ключ. Что за ключ? Ключ. Right wing key. Отлично. Мы можем не идти вниз. Но мы пойдем вниз, понятное дело. Так, давайте сохранимся, кстати говоря, на все сразу. Потому что игра очень странно с сейвами работает. И если ты загрузишь сейв пораньше, то ты в итоге не сможешь вернуться к тому сейву, который попозже. Не поддается. Не открывается. Так, ну хорошо. Ладно. В целом, в целом приятно знать, подойдешь. Это ко мне только вернулось, это чувство. Стефано! Какая жуть. Я навижу кукол, манекенов, бабаек, темноту, мигающие лампы, туалеты. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пауков. Хорошо, пошли в правое крыло. Здоровенный особняк, да? Офигеешь просто. Хорошо, правое крыло. Не так уж и далеко идти. По сути то. Куда-то вот сюда и вниз. Тихо. Мне обказалось. По немножко что-то попало, такие звуки. Хорошо, там у нас та самая дверка. А вот тут у нас требовались ключики, да? Так, опять сохранимся. Чем больше сохранимся, тем меньше будет проблем. Единственное, что меня волнует, так это та заевшая дверь. Интересно, это нормально или нет? Так, закрыто. А вот тут нужен ключ. Отлично. Туалеты. Ну, пошли туалеты. Я надеюсь, что ты не будешь вставать. Я просто замер так. Я сейчас ожидаю, что что-то будет. Так, а что я сюда приперся? До аптечки, что ли? Мусор выкидывать надо, елы-пала. Ага. Разводной ключ. Интересно, для чего он мне? А-а-а. Кстати говоря, это помните? Мы туда ходили через... Ну, только что... Рядом с той комнатой. Короче говоря, в подвал спускаешься, когда... Там вот этот вентиль стоял, не крутился. Ну, что вот эта штука покрутить надо. Че-нибудь? В бутылке. Ух, ну я же знал. Ого. Фига мне швырнуло. Так, хорошо. Еще сохранимся. Мне так будет гораздо спокойнее. Вот так вот. Хорошо. Сегодня как-то поспокойнее идет. Меня пока что... Твою мать! Пока что не так все это грузит. Но если так будет продолжаться, то опять же, Серик 4, буду уже просто убитый. Просто в состоянии перед паникой. Мадам, что-то вы как-то не очень дружелюбны, как я посмотрю. Кровище. Точка первой помощи. Так, лапна. Кроме записи, тут есть что-нибудь еще? Здесь есть троны для дробовика, что ли, дробь. Точно, смотри. То есть вы хотите сказать, что я не могу открыть ее? Да как так? Вот это просто несправедливо. Так, ну открыть мне, в принципе, это больше и нечем. Не знаю. О! МП-40. МП-40. Плата МП-40. Не хватит. Это все очень странно, я бы сказал. Давайте почитаем, что нам тут скажут вообще. Может, что полезное. Я работал на своем последнем улучшении системы водоснабжения. Все вентиля должны быть открыты в порядке, чтобы в определенном порядке, чтобы доставить максимальное давление и запытать таким образом генератор. Это единственный способ держать бункер освещенным. Если бункер не будет достаточно хорошо освещен, темные почувствуют любое приближение человека. Темные. Ладно. Так, понятно. Это нам... Отлично. Отлично. Теперь. Вот так вот. А я не могу взять обе сразу? Это, в принципе, логично, конечно, но я уже так прикипел к этой винтовке. А может быть... Это твою мать. Может, я пистолет смогу? Нет. Что-то я даже не знаю. Давайте с этим походим. Пока дают. Так, ну, по ощущениям, мы сюда ходили чисто ради МП-40, а соседнюю комнату чисто ради вентиля этого... Ой, ну, то есть, разводного ключа. Соответственно, нам нужно его как-то куда-то применить. Я думаю, нам сейчас нужно идти в самое начало этой локации. То есть, помните, где там вентили не вертелись. Я уж прям... Это твою мать. Ну, посмотри, что делать. Все-таки тупо, что выход из разных меню и выстрел на одной кнопке висят. МП-40, это тема. Почему вот эта дверь не открывается? Жаль. Хорошо, и путь нашего следования, это... Да, это вот сюда. Вроде как это единственный правильный путь на данный момент. Хотя, в принципе, я бы еще попробовал с этим разводным ключом все-таки вот там, в бункере, повертеть единственный вентиль. Но он там один, и я не думаю, что это правильное решение вертеть его. Для начала, по крайней мере, попробуем там, потому что там их четыре, по-моему, штуки сразу. Так, я помню эту комнату. Лучше б нафиг не помню. Хорошо, желающий есть. Вроде как нет. Так, еще один вентиль, но он мне не нужен. Это типа как бы запасной. В комментариях, опять же, люди пишут, не думайте, я постоянно читаю комментарии. Довольно странная вещь. Типа, ну вот, прошел мимо машины, не попробовал заглянуть ей вот сюда. Да, вот, то есть, попробовать открыть, где движок, там покопаться, или дверь там открыть. Ну, это же очевидно, что тут ничего нет. Господи, ну, я уже столько хорроров прошел. А вы мне говорите. Даже обидно временами. Хотя, не, не очень. Короче говоря, вот тут вот. Моя, правда, так и не понимаю, что тут делай. Потому что здесь, твою мать. Здесь нет трубы. Трубы не хватает, которая шла бы сюда. Но давайте, блин, что ж ты мигаешь-то так? Давайте попробуем. Навряд ли, конечно. Не работает. А, я же тут ничего не запустил. Да, мы в последний раз просто по-быстрому пробежали. И решили это все на потом окложить. Хорошо, давайте сейчас этим и займемся. Короче говоря, для начала нам питание сюда надо дать. Так, даем питание. Питание пошло. Теперь вставляем сюда вентиль. Я тебе сейчас постучу. У нас один стучал. Так, все, процесс пошел. Теперь крутим тебя. Твой родной, давай, 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 давай. Вы знаете, с автоматом мне все-таки поспокойнее. Так, это готово. Несмотря на то, что он, очевидно, слабее, чем карабин, но зато скорострелец какая-то. Так, хорошо. Что хорошего. Не особо хорошо, но, по крайней мере, мы живы. Так, это все запущено и сейчас на нас кинется бабайка. Давайте испытаем свой автомат на ней. Блин, это на самом деле страшно. Говно на самом деле, а не автомат. Практически все попадания были идеально в верхней части Тулова. Ну ладно, давайте перезарядимся, что там, два патрона-то. Че-то как-то так себе. Хорошо, здесь у нас... Ой, 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 ой. Тормозами, коленкой стукнулся, я богу. Так. Хорошо. Правильный порядок-то правильный порядок. Но для начала нам нужно вот с этим разобраться. Блин. У меня все больше крепнет подозрение, что сюда мы должны прийти, когда у нас появится вот эта вот труба. Потому что везде труба есть. То есть, как вернее? И где труба есть, там вентили крутятся только так, только в путь. Тебя вот мы, допустим... Давай-давай, перекрыли. Хорошо. Теперь ты. Да, блин. Не знаю, какую игру я играл за эту неделю, в которой на кнопке Е было бы использование предметов. Чуть-чуть и не помню даже. Хорошо, второй готов. Так, ну здесь у нас ничего нет. Нам ничего тут и не надо. А это по-прежнему не вертится. Ладно, запомним. И вернемся сюда, видимо, строго потом. А что, если я не могу откуда-нибудь трубу открутить, скажем? Честно говоря, пока не вижу откуда. Если только откуда-нибудь... Не, показалось. Но ты посмотри! Хочешь офигеть! Я не знаю, короче, этот пистолет-пулемет какой-то вообще никакой. Ну ладно, что, давайте мы, наверное, на этом на сегодня закончим. Я сейчас между сериями сделаю побыстро. Я даже не буду пока туда ходить. Будем думать тогда, чем заняться еще. То есть у нас есть ключ от правого крыла, от бейсмента. У нас есть пайп-рэнч, который мы попробуем повернуть в следующей серии внизу, там, в подвалах. Но там вроде как одна, поэтому смысла в этом особого нет. Не знаю, думаю, в следующей серии будем разбираться, куда же нам дальше идти. В сегодняшней серии я такой расслабленный, поэтому даже по большей части не пугался особо. Я думаю, неплохо было бы сходить обратно за карабином, потому что автомат что-то какой-то, ну, просто ужасный. То есть там, где требовалось верхнюю часть тула еще пару выстрелов, приходится тратить весь рожок, тварь успевает подбежать. А если тварь подбегает, то ты труп. А тем не менее, эта игра, мне кажется, специально так делает, что ты боялся монстров. Так что, я думаю, мы разберемся. Так, а что это? Ау! Ох! В общем, давайте на этом прощаться. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока, парень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова